Проходит в номинации страхования и, в общем-то, достаточно заточен под предупствующую здесь компанию, партнера Кагатона. Тема чат-бота сейчас очень популярна, для многих неожиданно. Чат-боты на самом деле появились не вчера. В этом году вспоминяется 50 лет первому чат-боту, но сейчас они стали вновь популярны. Дело не просто в чате, то есть дело не только в моде, и даже не столько в моде. Дело в том, что сервис должен быть мультиканальным. Omni-channel есть также такой термин. Мессенджеры и соцсети — это часть канала. И похожие алгоритмы могут применяться так же, даже не алгоритмы, а похожие сценарии могут применяться так же и в других каналах голосовых, IVA. И, например, роботы-ассистенты, которые такие реальные роботы, которые могут зайти к человеку, когда он, например, зашел в отделение страховой компании, в отделение банка, ну или пришел ногами в какое-то реальное заведение. Сколько нужно ботов бизнесу? Смотря какой бизнес. Если это клиентский бизнес, то нужны боты для слизи с его клиентами. Ну, наверное, в каждом канале, где это применимо. Помимо этого еще на предыдущем слайде было, что даже социальные сети и мессенджеры — это не значит, что вам достаточно сделать одного бота. Желательно сделать несколько, ну, в зависимости от потребностей бизнеса. Если же у вас бизнес B2B2C, как, например, у компании Атаку Ради Трейзи, да, вы продаете услуги бизнесу, у которого есть клиенты. И, то есть, каждому из ваших клиентов потенциально нужно несколько ботов. А так как клиентов у вас много, то вам может прийтись, так сказать, сделать очень много ботов. Каждый бот — это множество работ, это большие затраты времени, денег. И, ну, также это время не только, которое вы затратили, но и время выхода на рынок. То есть клиенту нужно вот прямо сейчас уже вывести продукт на рынок. Если вы сможете предоставить платформу, которая в течение, допустим, трех дней, недели выведет на рынок новый продукт или выведет клиента в новый канал, это, я думаю, большое конкурентное преимущество. Какие есть сейчас способы? То есть, ну, понятно, что, в принципе, очень многие люди уже сейчас могут сделать бота на коленке. Но каждого бота делать на коленке — это еще больше времени, и потом поддерживать это крайне тяжело. Поэтому уже есть некоторые решения на рынке для помощи людям, да? Я могу про каждое из тех решений немного рассказать, если кому-то интересно позже. Что предлагается как решение? Это может быть собственное решение компании, которое предлагается клиенту. Либо компания может сделать платформу, на которую вот такие решения, скажем, сторонних поставщиков может, так скажем, приложить, то есть спустить сторонних поставщиков и там при разделении прибыли как бы совместно предлагать этот продукт клиенту. Наполнение чат-ботов контентом должно производиться не техническими специалистами. В некоторых продуктах, ну, то есть, если делать на коленке, это, естественно, делают технические специалисты. И даже в некоторых продуктах, которые сейчас на рынке есть, диалоги и там еще какая-то логика в боте прописывается программистами, что, ну, на самом деле, не очень правильно. То есть бизнес-логику должны прописывать бизнес-люди. Как вариант, то есть, есть разные, так скажем, виды ботов, да, и они, на самом деле, могут не только конкурировать, они могут сочетаться. Где-то нужно распознавание естественного языка, где-то оно не нужно, где-то достаточно строгих команд, их всего несколько, например, и пользователь сам говорит, что это нужно сделать. А где-то есть строгий сценарий, от которого ни вправо, ни влево не отклониться. И это можно сочетать все, как кубики, стройте с кубик. И даже внутри одной технологии тоже можно использовать кубики. Например, сценарий, да, то есть он, это ветвление, то есть это дерево. Но эти деревья тоже можно сочетать. Из одного дерева потом переходит в другое и так далее. Что нужно? То есть либо компания делает это сама, и тогда она сама все знает, что ей нужно. И если она хочет пригласить сторонних поставщиков к себе, то это нужно отправить, естественно, API, что понятно. Возможный вариант, который мы уже проговаривали, что про бигатор сервис хотелось бы сказать, но времени нет. Давайте посмотрим демо. Сценарий, так скажем, на мой взгляд, интересный. Сейчас популярность становится, то есть разрастает популярность экономики шерер-экономики разделения. И, например, такой один из видов шерер-экономики, как кар-шеринг. Вот вчера буквально высчитал, что якобы в Москве уже 60 тысяч водителей пользуются кар-шерингом, допустим. И уже я видел несколько даже проектов, которые делаются где-то. Это децентрализованные кар-шеринги, то есть любой автовладелец может машину, которая у него стоит во дворе, он может сдавать ее в аренду и получать с этого деньги. И, естественно, тут встает вопрос ответственности. То есть машина принадлежит одному лицу, либо юридическому, либо физическому, другое лицо на ней ездит, ездит, и тут вопрос страхования важен. И, допустим, такой сценарий, что страхует человек, водитель, который снимает этот автомобиль в аренду, страхуется только на время от того момента, когда он сел за руль и до момента, когда он закончил поездку, вышел из машины и все. То есть pay as you go. Сколько проехал, сколько заплатил. Вот я реализовал сценарий простенький, то есть при задней си-видео машины под рукой не оказалось, поэтому самолцу. Могу показать действующий сбор, как он действует и как это выглядит, так скажем, со стороны, с обратной стороны, если интересно. Да, я думаю, в кулуарах жюри обязательно поинтересуется. Спасибо ребятам. А что жюри-то разбежалось все? Время, время позднее. Остались самые стойкие. Итак, если вопросов нет, то отключается команда chatbot factory, которую жюри проставляет.